Итак, всем привет, друзья! Вы на канале AmazingChina, с вами Максим. И сегодня у нас видео будет про телефон Redmi Note 7, а если быть точнее, про чехол для Redmi Note 7. Я покупал данный чехол Nielkin, видео будет вот тут справа в углу. Чехол классный, использовали его уже месяца 4. Напоминаю, телефон девушки, в общем, он у нас экстремально упал и потерялась кнопка. Потерялась кнопка, и я читал комментарии, мне люди писали, что у них тоже иногда выпадают на данном чехле кнопки. Но она у нас так потерялась, что найти ее мы не смогли, поэтому получается, что чехол, чтобы разблокировать телефон, нужно нажимать аж прямо туда. Это неудобно. Да, есть двойной тап, можно включить в настройках, ну, можно разблокировку по лицу. Но как-то, в общем, уже мне захотелось просто заказать новый и снять, если что, обзор, и сравнить их. Так, напоминаю, чехол Nielkin, он у нас красного цвета, вот так вот запачкался за все время, при этом, что телефоном пользуется девушка. Это как бы не я его из-под машины вытянул, просто к нему цепляется грязь. Телефон валяется в сумочке с ключами, и поэтому вот такие вот потертости остаются. Но при этом телефон у нас упал, и как бы никаких последствий на телефоне не осталось. Да, чуть-чуть треснуло защитное стекло, но если бы не было защитного стекла, то, наверное, бы треснул экран. В общем, ладно, буду снимать и показывать. Кстати, под видео про данный чехол меня спрашивали, как его снять. Честно, я пару раз снимал, и сам был чуть-чуть в шоке, потому что именно этот чехол сидит очень плотно. Он по всему периметру закрывает телефон, и это не силикон, а прям пластик, и поэтому снимать его очень так стрёмно, потому что ты думаешь, что ты сломаешь телефон. Снимаю я чехол с нижней части, прилаживаю нормально так усилий. В общем, нужно тренироваться, потому что у меня у самого получилось снять чехол со второго раза. И пройдемся по телефону, как бы покажу. Сейчас я его протру. Кто-то там говорит, что царапается, типа, края телефона. Вот, смотрим. На чёрном телефоне края у нас целые, не поцарапанные. Так вот. То есть телефон целый. Так, положим в сторонку, и вот такой вот чехол у нас. Показываю. Это у нас пластик. Вот сжать в одной руке я, ну, как бы могу, но нужно прикладывать хорошее усилие. То есть защищает телефон данный чехол реально очень хорошо. Его минусы после опыта использования могут выпасть боковые кнопки. Это реально минусы, но всё равно я считаю, что этот чехол, это по защите, это реально самый лучший вариант. И в общем, ой, сегодня у нас будет вот такой вот чехол Нилкин. Заказал также для телефона Redmi Note 7. Заказывал с сайта GearBest, но также оставлю ссылку на сайт Алиэкспресс. Ссылка будет под видео в описании, если что, заходите. Поставим, распакуем. Вот такая вот коробочка. Так. Так, это у нас... Как он называется, не могу сказать точно. Просто Нилкин, Форедми Note 7. Раббер в рапбер. Вот так вот. Вот так сравниваю. Тут у нас, напоминаю, есть рельефная поверхность. Тут у нас просто гладенькая поверхность. Сейчас цвет чуть-чуть поставлю. Вот так вот. Честно, вот этот цвет хороший. Он красный, он такой более темно-красный. То есть, реально практичный. С таким цветом даже может парень ходить без проблем. Я бы ходил. То есть, был бы такой чехол для Покафона, я бы хотел с таким чехлом с красным на Покафоне. Но это, это реально уже прям красный такой, не знаю, ярко-красный цвет. Я не могу сказать, что это чехол красного цвета подойдет именно для парней, людей мужского пола. Вот так вот. Наверное, больше подойдет для девочек. Внутри у нас типа велюр. Ну, в общем, ткань такая, которая точно не будет царапать телефон. На этом чехле у нас никакой ткани нет. Также защищен он со всех сторон. Но при этом это у нас, вот показываю, это у нас, ну не знаю, силикон, резина-силикон. Как-то так можно описать материал. И, наверное, он будет оставлять отпечатки. Но при этом вот сейчас я его лапаю, и ничего не остается. То есть, хорошо. Есть бортик под камеру. Точнее, это как бы не бортик. Это, не, есть бортик, да, наверное, полмиллиметра выступ. Сверху динамик. И почему я именно заказал этот чехол? Во-первых, это типа новая модель. Она закрыта также со всех сторон. И кнопки у нас тут уже идут от. Они уже типа встроенные, как в чехол. То есть, они точно не выпадут. Поехали проверять. Сейчас протру телефон. Телефон у нас, напоминаю, Redmi Note 7 4.64. Заказывал с Алиэкспресса. Глобальная версия. И вот на сегодня у нас... Покажу... Прошивку. Версия Android 9. Версия прошивки MIUI 10.3.6. Глобальная, стабильная. Вот так вот. Так протираю телефон. И так поехали. Одеваем. Одеваю я со стороны кнопок. Сразу завожу сюда кнопки. Камеру. И просто защелкиваю. Меня интересовал вопрос, чтобы данный чехол не подрывал стекло. Так. Тут у нас все хорошо. Пытаюсь показать. Вот. Все четко. Защитное стекло не подрывает. И сверху. Но в идеале, если будете клеить, то лучше сначала одеть чехол, а потом клеить защитное стекло. Я так в последнее время всегда делаю. И вам тоже советую. Плюсы данного чехла сразу вижу. У нас даже с защитным стеклом есть бортик, который выступает. Ну, выступает буквально на полмиллиметра. Но все равно, если я буду класть телефон на стол, на экран, то упор будет на бортики чехла. Это хорошо. Одевается хорошо. Камера сидит, ну, как бы, тоже круто. Она не выпирает. Сейчас по фокусу. Вот так вот. Камера не выпирает. Да, есть зазор. Все классно. Сканер сидит по центру. Снизу у нас отверстие под динамики, отверстие под микрофон и Type-C разъем. В принципе, все. Стекло не подевает. Цвет яркий. Так вот так. С рук не выпадает, не скользкий. Ну, и отпечатки, как бы, не остаются от реально. Ну, вот чуть-чуть осталось. Ну, так я его трогаю уже, наверное, минут пять. Поэтому, друзья, надеюсь, данный обзор на данный чехол вам был интересен. И этот вариант хороший, новый вариант, потому что он, как бы, имеет более универсальную компоновку. Кнопки у нас уже точно не потеряются. Но он у нас не пластиковый. Этот вариант у нас более жесткий. Если вы хотите прям жесткость телефону придать, не знаю, катайтесь на велосипеде и знаете, что, возможно, упадет телефон, я выбрал, наверное, такой чехол. Так, ну, вот, этот я сжать не могу, а этот я сжимаю. Но это не такой силиконовый, как в наборе с телефоном. Он намного жестче. Кстати, вот по краям у нас есть такие вот выступы защитные. Поэтому, ну, как бы, сравнивать их чуть-чуть некорректно, потому что это плотный пластиковый, а это все-таки резина-силикон. Но и тот, и тот защищать телефон будет хорошо. Выбор уже за вами, в принципе. Ссылку оставлю и на этот чехол, на старую версию Nielkin и на новую версию Nielkin под видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и также рекомендую посмотреть вот эти видео. Продолжение следует...